Мастер-класс По уверениям мастерицы, наполнителями для мыла могут послужить самые неожиданные материалы и смеси. Впрочем, это понимание приходит после долгих творческих экспериментов. Мыло – это же чистая основа, которую, в принципе, мы берем в магазине для маловар. А дальше в это мыло мы можем добавить геркулес. И тогда получится мыло-скраб. Или вот опять мы с детьми, да, мы делали мыло, это мы лепили с детишками новогодние снежки. У нас был в то время, когда стоял жуткий мороз, причем дети сами придумали вот такие конвертики. Это опять-таки обыкновенное мыло, из которых они лепили снежки, обмакали мы его в сахаре, и это получилось мыло-скраб. Попробуйте на себе. Для мастер-класса в библиотеке Екатерина Алексеевна подготовила фотозону, где во время перерыва ребята делали оригинальные снимки. А дуванчик для нее был выбран не случайно. Екатерина Федотова, помимо творчества, занимается еще одним важным делом. Но говорить об этом стесняется. Кроме того, что я варю мыло, мне стыдно про себя рассказать. Да ладно, бросьте вы. Я есть волонтер фонда «Вера». Фонд «Вера» – это фонд, кто помогает онкологически больным людям. И символ фонда «Вера» – это вот этот дуванчик. Эту фигуру Екатерина Федотова сделала всего за два дня из поролона, ткани и труб. В ее арсенале рукоделия немало различных ремесел, но все же главное призвание – изготовление мыла. Нередко повод для творческого поиска дают друзья. Мы придумали мыло, которое называется «Гаданин кофейный гущ». Это из мыла была сварена чашка, кофе – это все было кофейно. Были такие шары, и они на самом деле просто в темноте светились. А в итоге, когда просто им покупались, это получалось опять мыло с крабом. Мыло можно любое сделать. Кто-то звонит и говорит, вот у меня дедушка танкист, ему надо подарить танк. Я говорю, ну ради бог, давайте, мы тогда делаем форму, и мы делаем мыло в виде танка. Друзья и знакомые ценят такой творческий, неожиданный подход к любимому делу. За большое сердце и умелые руки и прозвище Екатерины Федотовой дали соответствующее. По отчеству я Екатерина Алексеевна, и как-то везде у меня во всех никах, по жизни везде Екатерина Великая. Опять-таки Великая почему? Потому что у меня как бы вот всю жизнь я занимаюсь прикладистикой, что-то варю, что-то вышиваю, и все друзья мои звонят и говорят, а ты нам на праздник подарок сделаешь, а ты сюда сделаешь, а ты сделаешь, и как-то вот так ты повелось. Что из Екатерины Федотовой я превратилась в Екатерину Великую. Екатерина Федотова не устает делиться своими умениями на многочисленных мастер-классах, в основном проводимых для детей. Приходите к нам варить, мы будем вам очень рады. Да, и вот у меня уже растет поколение, вот Таня, она уже все знает, она уже все умеет, она их будет тоже учить, да, Танюш? Екатерина Алексеевна не хочет, чтобы искусство превращалось в ремесло, а потому принципиально не продает свои творения, ведь в каждое из них она вкладывает частичку своей души. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.